Вот такая у нас, друзья, дела с трёхсотым вебинаром. Это что-то особое. Так вот, всё началось без самого безобидного вопроса, какой может представиться. Я подготовил такой ответ, что разбирать его нужно на расширенном заседании Академии наук. Но я боюсь с этого начинать свой вебинар. Так, друзья, продолжаю. Это уже мелочь, конечно. Может быть, когда я потрогал это самое видео глазок, может что-то случилось. Так, смотрите сюда. Итак, это то, что на расширенном заседании Академии наук надо будет изучать. Но я боюсь с этой темы начинать именно своё трёхсотый вебинар. Тогда я быстро пролистываю. Так. И мы сейчас с вами начнём нормально. Ну, например, вот отсюда. Потом, когда пройдёт час, и мне покажутся полтора, когда мне покажутся, что я всё-таки пользу принёс, и вы здесь не зря сидите, вот, время теряете. Вот. Я тогда после этого, может быть, вернусь к той теме, о которой я говорю, слишком сложная, серьёзная, очень сложная. Вот. Но всё-таки большинство же хотят просто иметь какие-то знания. Давайте. Так. Расширенное. Я вам вот это письмо зачитывал на прошлом вебинаре. Сейчас я его буду больше разжёвывать. Смотрите почему. Здравствуйте, Валерий. В ВК выложено, что есть сухие косточки и семена у вас. В данном случае я не про рекламу. Почта в компьютере моя не работает. Так что я через ВК. Будь ласковым. Можно груш, слив, черешни, вишни, семян штук по сто. То перешлю 7000 рублей. Схем адрес тоже. Вот. 7000 рублей. Так. Априкосы взошли хорошо, высотой около 20 сантиметров. Ну, давайте так. Если у человека взошли абрикосы, значит я его не подвёл. Отсюда его желание. Сливы, груши, черешни, вишни, да? Правильно я понял? Значит, я ему сказал, отвечу на вебинаре. Почему? Груши у меня начали падать уссурийские. Так. Уже падают. А падают, значит, поспели. Но я всегда, именно, не только грушам в том числе, я отдаю возможность не просто упасть, а перезреть. То есть, ещё недельку накидываем, когда... А у меня же на балконе плюс 50 через стекло. Вот. Вот там они и лежат. При плюс 50 дозревают, подгнивают и перезревают. Вот. Значит, уже через недельку я смогу выполнить вашу эту самую просьбу. Вот. Ну, а что такое по 100 штук? Это 700 по 100... А, нет, это 100 груш, 100 слив, череша, ну и так далее. Вот. Вы поняли. Человек серьёзный. Я сейчас скажу пару слов про нашего друга. Я не говорю моего, нашего друга. Вот. Который, который вырастил 300 моих абрикосов. Так. Хотел я ему сейчас... Так. Ну, в общем, вы поняли, есть и такие успехи, значит, есть люди, которые не просто хотят вырастить. 5, 10, 20. У которых совсем другие масштабы. Ведь, оказывается, у многих же гектар, десятки гектар. И приведу ещё один такой пример. Пусть из прошлой жизни. Пусть прошло 10-15 лет. Точнее, я не вспомню. Вот. Это было с Кировской области. Они у меня жили, ночевали. Вот. Они у меня... Я с помощью создал целый фильм. Вот. И они сказали так. У нас... Только держите за стол. У нас 20 тысяч гектаров земли. То есть, вы поняли. Это бывший колхоз. Но это было то время, когда земля буквально зарастала. Да, она и сейчас зарастает. Вот такие масштабы. Идём дальше. Значит, и я, когда он вот сказал про грушу сливой черешки вишни, я как бы отчитываюсь перед ним. Вот последние абрикосы. Почему? Он уже их не просит. Но попросит тот и другой. Так ведь? Вот. Самый поздний абрикос перед вами. Они достаточно вкусные. Они острые. Они не кислые. Я его заменяю словом острые. Сейчас, когда начал говорить, у меня сразу наполнился рост сливой. Всё по Ивану Павлову. Всё как собака. Вот. Показали, слюна пошла. Вот. Сейчас показал я со всеми, у меня слюна пошла. Почему? С такими вкусными качествами лучших в стране в стране плодов для соков, компотов, варенья не существует. Объясняю из своей особой практики. Вот. Валерочка приезжает на Украину, будучи школьником, будучи студентом, будучи молодым инженером на заводе. Я все отпуска проводил там. Почти все. Вот. Десяток моих родственников. У меня одних двоеводных братьев, сестёр, трое. Вот. Не считая других родственников, племянников, притащили мне в общей сложности штук 30 банок компота из жердели. А в отличие от моих вот этих жерделей, в их основе лежат, они в дальневосточном основном, а то украинские. У меня они тоже есть, но это отдельный разговор. И вот у них они в каждом дворе, а одно дерево, но зараза не знает, куда девать. Закатывают компоты с дешёвым сахаром. А потом дальше-то что? И вот когда меня заставили со скандалом съесть полбанки сладких, сладчавых из компота, ну, с севера приехал, полбанки съел. С тех пор и до сих пор я не могу есть компоты. Жалуюсь вам, друзья. А вы есть можете. Почему? То, что вы видите на экране, здесь такая кислинка, которая делает их по-настоящему вкусные компоты. Ядрёность, вот она-то и нужна. То есть, то, что я ел на Украине, их можем в саду покушать, но компоты, они не то, что не годятся. Ну, ну, сильно сладкие. Ну, невозможно их есть. Представляете, как обидно было, как меня с собой заставили тащить несколько трёх-литровых банок в Норильск. Как я корячился, когда их тащил туда. Прямо в стеклянных банках. Пожалели меня? А я вас не жалею. Вот, смотрите. Это должно с помощью косточек достаться вам. Идём дальше. А, особый случай. Значит, так как у меня пронумерованные есть, плюс сверху, они есть, помните? Есть сыновья Мазурца пронумерованные, раз, два, три, четыре, пять. Есть эти самые, ещё химеры, тоже с косточки выращены. То есть, не привитые. Химеры, хвоины, химера, такая. А это я назвал, запоминайте, абрикос сын Мазурца поздний. И скажите, что это реклама. Где-то реклама. Но ведь нигде никто вам это не предоставит. Вот. Огромное количество труда было вложено в абрикосовые сады. Вот. Наука, друзья мои, вы это знаете. Потому что вы едите только южные фрукты, вы покупаете только южные сады абрикосов. Наука российская потерпела крах. Полный, стопроцентный им доказательства я вам приводил. Вот. Созвели первые черносливы. Ох, какие вкусные, я вам скажу. Вот. Это чудо, это сказка. Вот. В них есть один недостаток. Они не малоплодные, они не многоплодные, они среднеплодные. я про количество на дерево. Весят такие бомбы, бомбы. А то, что эти бомбы потом с ним случаются, вот. Эх, вкусная зараза. Но супер урожаев добиться пока не удалось. Вот. вот. Но тот, кто захочет, ну, напомню, несколько человек обращалось ко мне, вырастив сливы, вырастив лычи, вырастив тёрны. Вот. Всё, что относится к сливову. Так. И урожая у них никаких нету. У меня хоть такие урожаи. По саду ходим, я вам показывал. Я же не вешал их на дерево. не вешал. Согласитесь, они на дереве сами выросли. Но получается, что как можно больше слив насадить рядом. Ну, нету другой возможности. А то таблица опыления для сорта такого-то и дальше идёт 5-8 сортов опылителей. А если опылитель замёрз? И вроде бы цветёт, а у него тычинка не выдержала. А тот, который должны были опылить, пестик не выдержал. Ну, что ты будешь делать? И вроде бы опылитель есть. Принцип один. Садите погуще и садите. Не бойтесь густо садить. Правда принадлежит. Раз. Первый совет. И второй совет. Обязательно их побольше сортов садите рядом. Без разбора. Ведь плохих нету. У меня китайки самые простенькие. Они 20 грамм где-то. 15-20. Вот. Это китайская уссурийская линия. Так назовём, да? Вот. Они жёлтые, они красные, они оранжевые, они синие, они... Ну, сколько вам показывать, каждый год их показывают? причём живьём хожу по саду, значит, всё честно. Вот. А они-то, даже они, непривитые будучи, это основа сада. Основа сада, понимаете? Настолько они хороши. У них есть недостаток. Некоторые, сказать какой, держите за стулья, страшный недостаток. Сильно сладкие и мы их из-за этого, из-за того, что они сильно сладкие, их невозможно вот те же компоты. Сильно сладкий компот. Вот. Ну, вот такой недостаток. Так. Вот. Чёрный абрикос. Значит, уже собраны. Позавчера это самое собрал первую партию, ждал, пока все упадут. Все не упали, первую партию. Они уже высохли, так. И ждут покупателя. Вот. Ну, был соблазн. Редкость невероятная, там, цены накинуть. Да ладно, идут сливы по 20 рублей, пусть все будут косики по 20. Что-то уже страшно становится, что мы настолько богаче становимся, что я боюсь, уже пять лет я не менял цены, или восемь лет не менял. Я боюсь, что купить людям все труднее. Вот они. И еще сегодня собрал ребенок. Вот. У меня отдельный фильм, я потом покажу, я просто не успел скачать сюда. Вот. А здесь отдельный фильм, как мы пятилетний ребенок собрал вот эту же вторую партию этих самых черных априкосов. Идем дальше. Это не реклама и двое боже. Вы хотите их иметь? Причем тут реклама? И наконец сувенир Востока. Фильм отдельно снял, ходил вокруг этого дерева, показывал, что она здесь плохо видно, просто все равно. Она дала метровое, почти метровое. То есть дерево, несмотря на то, что оно вроде бы умирает, за все годы я с него, ну, допустим, за последние десять лет сколько я мог с него черенков в среду? Ну, триста. Ну, ладно, двести. Страшно смотреть на дерево, оно вообще изрезано. Оно начало болеть, вот, ветки отсыхать, и тут же, обратите внимание, нету, кроме тлина, них нету ни повреждений, ни болезней, ничего. Ведь этого не должно быть. Вот смотрите, я все время противник, сами знаете, обрезки как таковой. Дальше начинается. Обрезать нельзя, но есть исключения, на черенки не нарежу, значит, без денег останусь, если на продажу. Сергей черенки не нарежет, значит, у него не будет сажиться на продажу, а это все-таки лучше в стране сад. Вот, я не шучу, кстати. Вспоминайте, где настоящие сувениры Востока. Настоящие, не с картинки, ведь мои несколько фотографий украшают интернет и украшают, если все собрать, 5 или 6 фотографий сувенира Востока, это самое, значит, Алексей Виноградов, человек, который меня научил находить мои фотографии в интернете одним движением мышки, так, вот, там, он мне туда сотню, первую сотню украденных фотографий моих на чужих сайтах прислал мне, такую доброту работу сделал, квадратики, кадры, квадратики, это, фотографии, так вот, одних сувениров Востока было 20 или 30, так, это еще не все, вот, что получается, значит, с одной стороны, я хочу с вами говорить, как, ну, с друзьями, с садоводами, с учениками, с одной стороны, страшное дерево, смотреть на него страшно, урожай дал средний, поверьте, что бывало 5 раз больше, и здесь ветки многие, это самое, сильно, ну, как это назвать-то, сильно искалечены, но, ни одной обрезки на кольцо, вы уже поняли, к чему я клоню, отрезал только при росте последнего года, результат, вроде бы, дерево умирающее, первый взгляд, много сухих веток, но отрезаешь, что оно дальше, мороз, дальше вниз пошел, этого не знают те, кто говорит, каждый год отрезайте, отрезайте, еще показывают нам, как, как, что за день присед с 50 или 100 веток отрезан, вот, тогда, что получается, если уже режу, самая безобидная обрезка, это когда отрезаем при росте последнего года, и то не полностью, теперь, кто видел фильм, именно этого дерева, и второго, такого же соседнего с ним, так, то, что вы видели, при росте этого года, метровые, листья совершенно здоровые, так, полметра, прекрасные листья, не тронутые, ни тем, ни болезнями, ничем, а, еще полметра, вот столько, вот столько, а, вы не видите, вроде бы, мое лицо не шевелится, вот, не могу показать на пальцах, а последние, 20-30 сантиметров, 40, буквально, избитые, свернутые, в эти, трубочки, именно, трой, но, я же показывал, отрежу, на три, прививки хватает, нижней части, то есть, нижняя полметра, а верхняя, изуродованная, там почки неполноценные, я их просто выкинул, и, чего я добился, плоды с них, абсолютно здоровы, клянусь богом, если этому дереву 20 лет, ну, плюс-минус, вот, то за 20 лет, ни одной капли, яда, не считая, первого года, когда я, вынужден был, совершенно молоденькое дерево, я был вынужден, и, совершенно молоденькое дерево, я был вынужден, чтобы, вот уж дерево совсем молоденькое, полностью для покрыва, вот, и, наконец, я потом сниму отдельный фильм, получил несколько прекрасных письм, от тех, которые живет, я тоже обязан это сказать, вот, отдельный фильм, скопирую его, письма, расшифрую как, я каждую строчку, слух произнесу, и свои эти, и что вы оттуда узнаете, вот, хотя бы понятие, что человек живет, за 300 с лишним километров, на север, за 400 километров, на восток, по прямой линии, по-моему, Кеттерову сказал 600, ну, там все написано, так, далее, полностью самостоятель, не мой учен, не ученик, но все, что я делаю, он делал еще в более жестких условиях, так, про меня он написал, узнал тогда-то, значит, в Абакане, ему сказали, что, где он пытался купить саженцы, что саженцы, это железово, представляете, южане сволочи, южане сволочи, они же меня позорят, ведь все, что, ну, он там купил, не купил, не помню, он еще на север, там, король, Комсалевска, да, широта, вот, но он в Абакане покупает, пусть наверняка, южные саженцы, а почему сказали ему, что саженцы железово, а, догадайтесь, так же, как и персики плоды мои, и абрикосы плоды мои, да только потому, что на какой-то момент, я стал самой популярной личностью, если стариков, может, ничего не напомнит, то сейчас только железо, ну, ладно, там, абаканцы помнят Байкалова, вот, больше никого, ну, почти никого, ну, еще две пары фамилий, и вот, что ему я говорю, значит, он давай, где живет железо, спрашивает он у этих мошенников, которые торгуют его ремесаренцами, а железо живет, сказали ему, а, вначале, да, сказали ему, в Саиногорске, там найдете его, на рынке, человек приезжает в Саиногорск, на рынке ему, там была перевранная фамилия, железо, ну, люди догадались, сказали, красном хуторе, он приезжает в хутор, меня не застает, но беседует с соседями, слушайте дальше, вот, я отдельный фильм сделал, вот, очень важно, почему, ведь это же все живое, это все живое, и вот он говорит, якобы с моими соседями, они ему сказали так, ну, ему же интересно, вот там, за забором, никого нет, а за забором, те сальцы, за которым, такую даль ехал, обидно, поговорил с соседями, знаете, как ему ответили, соседи, про железо, мнение, о железе, неоднозначное, я давал вспоминать, почему меня, это, хуторяне называли, куркулем, друг, это самое, хапугой, ясно, из-за чего, из-за цены, а сад-то мы видим, издалека, забор-то, что там, два метра, все видно, но, в моей цене, не может, о, этот, пенсионер, хуторский, ну, помню, одна злобствовала дама, которая лет 70, ну, я понимаю, с ее пенсии, но если пода не злобствовала, пришла, сказала, Константинович, подари ты мне пару саженцев, да пожалуйста, вспомните, сколько я раздарил за свою жизнь, и вот получилось, что, что такое неоднозначное, сейчас объясняю, и так, длинная улица, в самом конце, я запомнил, где посадили мои саженцы, слив, вот, вот этих, вот этих слив, а я проезжал, ни раз, ни два, проходит там неделя, я проеду, проходит две недели, я проеду, забора, как такового нет, ширенький, ветровый забор, все саженцы на виду, и что я вижу, саженцы, посаженные, вот, к осени, все, абсолютно, полностью, были покрыты тлей, до самого низа, то есть, забор низкий, буквально в трех метрах, я же не слепой, я вижу свои саженцы, свои, тля, не только все, до единого листья, я вижу, что, еще и штамп, и весь штамп, он же еще, он еще молочный, год ему, и тля могла жрать даже, через молодую кору, высасывать сок, и вот он один, второй, третий, четвертый, а их нету, они посадили, они дачники, проезжают следующей весной, ну, правильно, саженцев нету, то есть, за зиму сдохли, вот, полностью тлей покрытые, и на следующей весной, не прослали, какого мнения не об железе, должны быть, а, с тех пор, до сих пор, господи, сколько я даю советов, вот, я же, 20 лет торговал саженцами, я же, как говорится, до сих пор, меня весь рынок знает, и тогда, я какие советы давал, вот, выкопали венгерку, я говорю, к ней, секатор, ой, секатор, извините, ну, само собой, секатор, половина отрезается, уже гарантия преживаемости, раз, вот, а опрыскивать его не обязательно, потому что, эта венгерка, тля, вообще, терпеть не может, она просто от природы, ну, нету такой тли, которая, это, а я венгерку знаю, по Украине, мы в этих самых, в колхозном саду, собирали ведра, по принципу, пять ведров колхозов, и стоя тебе, я школьник собирал, вот, я венгерку хорошо сдаю, и мои сорта оттуда, и, кстати, не от ученых, поняли, от простых работяг, дальше, а вот это, говорю, саженец, сувенир востока, если вы его, не будете опрыскивать, только в середине лета, будет ли, я даже лекции читал, пять, шесть, будет ли, вы опрыскали, через неделю опять прилетело, вы опрыскали, через неделю, дождь прошел, опять прилетело, вы опрыскали, и первый год, ну второй помучитесь, а потом она вам такое чудо даст, у вас будет одна проблема, куда плоды девать, вот, вот так я проводил эти самые, я сотни тысяч часов, это потом я начал уже учить вас, с помощью интернета, потому что поначалу я устал, я внежда уже была, а почему, а можно, а как посадить, и опять учеба, вот, но я так научился, что теперь уже у меня, вся эта, мозгу сидит уже, как мейтофон, только включил кнопку, невидимую, вот вам и получается, человек купил саженцев, саженцы мертвые, он наверняка считает, что я, что погубил их я, не я, а не просто это, на второй год, саженцев там уже не было, значит, вырвал, ну, насчет каталога, можно говорить, что сегодня я не буду, это, как это называется, рекламировать, я просто говорю, еще до конца августа продлены скидки, вот, можете здесь прочитать, можете зайти, этот самый, на мой сайт, вот, это все есть, с прошлого года, все дешево, 23-й год, ребята, мой триумф, сколько из вас, большинство из вас, из каждой сотни косточек, получали, 60, 80, 70, 90, ну, правильно, вот, и, а если человек живет еще южнее, вот, почему я выделил, ассорти пианиста, там, допустим, деревьям лет, по 15, там, филипп его растет, дерево, там растет, эти самые, два моих, вот, там, допустим, этот, академик мой растет, вот, такие плоды, еще крупные моих получились, вот, а этот, королевский растет, а, дело-то в том, что там теплее, вот, а учеба, есть учеба, где-то я недавно наткнулся, меня задали вопрос, сохраняет ли, морозостойкость, и долго ли сохраняет, деревья, пересаженные с севера на юг, вот, а я нашел книги, я тогда пытался найти, но эти книги, я читал с отвращением, потому что, первые наши классики, они не совсем наши, ну, Гоше, Шредер, Бербанк, они что, наши что ли, ну, давайте здраво, ну, по фамилии, вы поняли, южа, не, вот, или приехавшись с юга, и тогда, у них получается, ну, дальше идет, вспомните, Мичурина, что-то получилось, что-то нет, вот, сейчас, я вам говорю, те же абрикосы, полный крах науки, почему, вовремя перейти на, в экзотивную генерализацию, не смогли, так, не захотели, не они так, не захотели, и вот результат, результат хреновый, а книгу, которую прочитал, еще одного из них, он уже был советский, он доктор наук, академик, вот, я его книгу прочитал, а то время, мне памяти такой не было, а строчку запомнил, попав на юг, востокие сорта, теряет свою востокость, но он не написал самого главного, за год теряет, за 10 лет, или за 100 лет, вот так вот, и тогда получается, для чего я придумал наслоение ментора, я жил его, вот, я его придумал, для того, чтобы никогда, не превратились, северяне, опять южан, ну, это уже, расшифровать не буду, почему, ну, вы и так знаете, почему, вот, а сорти, косточки сада пианиста, а там мои деревья прожили 15-20 лет, и что, такие же они, а примитый на Мальчурский абрикос, за эти годы, где теплее намного, не намного, но на несколько градусов, средне-зимнее, ну, что я скажу, сохранили, нет, но если вы живете, в Смоленской области, допустим, там, в Белоруссии, нет-нет, заказы в Белоруссии приходят, значит, там тоже что-то, не все хорошо в Белоруссии, раз у меня косточки просят, так же, вот, ну, сами понимаете, северо-запад, это тоже далеко не Сибирь, ну, и так далее, и вот тогда, получается, для них, потеряли морозухость, не потеряли, но, у них, второй папа, среди вторых пап, это же особый сад, там нет плебеев, у меня плебеев, полно, я человек честный, вы видите, королевский, крупноплодный, баев, фаины, это рыжие, мичеринские, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, и тут же рядом перемешку, сыновья манжурца, патриарха, вот, сельца, муров, манжурцы, жердели, вот, сихотолинцы, вы поняли, что вырастет из этих самых, косточек, огромный, крупный, я не знаю, так, простите, мне надо выключить этот, я начинаю покрываться ими, выключить этот ящик нужно, и уже горло закладывает, а вроде бы, как, все безобидно, ну, а знаете, что я сделаю, я проговорил, полчаса, я сейчас сюда кипяточку, вот, в кружку и приду, а, ну, я тут, ящик выключил, так, сейчас, я быстро-быстро, я быстро-быстрою, я быстро-быстрою, я быстро-быстрою, я DuPир небер, я быстро-бустрою, я быстро-бустрою, я быстро-бустрою, быстре-бри, покупа! я рев slide, Так, идём дальше. Ну и созрели вишни, черешни, груша уссурийская груша нарядная почти, манжурские орехи почти, то есть ещё зелёные, но дождёмся. Значит, кто собрался заказывать 2020-2023 год, всё это есть. Скидки до 30 августа. Кто хочет только свежие, тогда немножко подождать. Ну, это я уже сказал. До новых встреч!